так всем привет друзья надомники и историки в первую очередь обращаюсь к вам сегодня выкладываем очередную серию нашего исторического сериала история одного выстрела вы конечно ее смотрится с удовольствием конечно подписывайтесь на наш канал набутовы давите колокольчики ставите лайки это все нам очень помогает в том числе не забыть о том что нужно регулярно выкладывать эти серии снимали мы их 25 лет назад даже чуть больше смотришь сейчас зубы начинают болеть от качества но ребят хорошо хоть такая копия сохранилась и с несведенным звуком и с еще какими-то грехами простите нас тогда мы находились в состоянии постоянной бедноты переходивший в нищету на роскошь кинематографическую денег не было снимали на чем могли рубились как могли за копейки в общем сейчас очередная серия напомню это начало 20 века предреволюционной россии столица империи петербург обратите внимание на судьбу парня который стал главным героем этого эпизода вы про него наверняка почти ничего не слышали но может быть кто-то слышал но вряд ли какие-то подробности судьба героическая и трагическая сегодня в двадцать седьмой серии нашего фильма мы расскажем о событиях весны и лета 1910 года политической жизни в тот период в центре по прежнему была деятельность кабинета министров петра аркадьевича столыпина кабинет этот шел националистическим курсом именно в это время в конце весны столыпин вносит в думу законопроект о введении земства в западных губерниях этот закон ущемлял права польских помещиков в пользу русских одновременно государственный совет принимает закон об ущемлении прав финляндского сейма то есть парламента тоже националистический закон во внешней политике россия начинает налаживать отношения с бывшим противником с японией заключает специальный договор о разделе сфер влияния на дальнем востоке в монголии китае и корее договор этот чем-то напоминает пакт молотова риббентропа наконец летом 1910 года умер профессор сергей муромцев первый председатель первой русской государственной думы на его похоронах новодевичьем монастыре в москве многотысячная толпа демократической публики и студентов это первый признак начинающегося общественного оживления в россии а 7 мая 1909 года большой праздник для петербургских детишек в этот день на петербургской стороне открылся после зимнего перерыва столичный заосад конечно все газеты об этом событии написали но еще больше газеты писали о постоянных скандалах почти криминальных разборках между менявшимися владельцами зоопарка и об ужасных условиях содержания животных зоологическая комедия пишут газеты о скандале в зоосаде между бывшим его арендатором и нынешним бывший арендатор не пускает своего преемника во владение встречает его с волком на цепи приехавший разобраться городской голова смог попасть на территорию только в сопровождении полиции но общество больше волнует не скандал арендаторов а условия содержания животных голодает морж умер тюлень у него из бассейна вычерпали воду крокодилы содержится в холодной воде наконец после долгих разбирательств зоопарк все же открыли ровно через месяц после открытия зоопарка в девятом году 8 июня петербургская газета поместила отчет комиссии городской управы о состоянии дел в столичном зоосаде погибло 15 зверей и 25 птиц звери заражены туберкулезом санитарная обстановка помещений для животных ниже всякой критики кроме этого газеты пишут покровская площадь недавно вымощенной асфальтом тут же превратилась бесплатный скейтинг ринг утром здесь торгуют продуктами а к полудню продавцов сменяют катающиеся на роликах петербургский листок управы узнавшие о незаконном пользовании площадью собирается взимать с каждого 10 копеек 1 апреля необычайно подорожали рыбы и мясо покупатели решили что это первоапрельская шутка ошибались в синоде обсуждают новый закон о расторжении браков стоит вопрос если прелюбодеяние одного из супругов повод к разводу то является ли таковым прелюбодеяние обоих петербургская газета ослабьте хотя бы сколько нибудь цепи которые являются адом кромешным жизни здесь не ждет проволочь 28 апреля соревнований которые традиционно проводятся уже 30 лет проход дистанции в 5 верст в шапке рукавицах и полушубки самый жаркий день победитель обогнал остальных на четверть часа выносливый 3 июня на набережной реки мойки при попытке полиции отвезти пьяного крестьянина силаева в вытрезвитель последний прибег к самовытрезвлению с криком что я дурак что ли пьяный прыгнул в мойку выловлен дворниками протрезвел объявление продается подлинная собственноручная рукопись второй части мертвых душ гоголя 120 страниц 851 52 год переписав роман набила автор черновик сжог беловая рукопись продается за 40 тысяч рублей образцы рекламы лучшая связь это связь по домашнему телефону зачем оставаться толстым принимайте порошки доктора маркони цена упаковки 3 рубля бывший комендантский аэродром так называется огромный район петербургских новостроек и вот это слово аэродром пришло к нам из начала двадцатого века 1910 год еще недавно россия думала что летать человек может только на воздушном шаре или дирижабле первые полеты французских авиаторов в девятом году в петербурге никого не впечатлили они были неудачными да и высота всего несколько метров и вот только весной десятого года на первой российской авианедели петербуржцы поверили что летать можно не только на воздушном шаре и увидели что среди людей которые умеют летать есть русский 25 апреля было также пасмурно и дождливо как и сегодня но огромное пустынное поле было окружено тысячами людей непосвященным объясняли значение незнакомых доселе слов например он гар оказывается это сарай для аэропланов для увеселения публики играла два военных оркестра для участия прибыли и записались христианс из бельгии на формане винцерс из германии на антуанетте ученик самого знаменитого были рио муром из франции на формане первая в мире женщина-пилот баронесса доля рош на вазе не россию представлял бывший участник русско-японской войны купеческий сын и бывший газетный репортер николай евграфов попов русский летун николай попов вся его жизнь на грани риска репортаж из линии фронта с англобурской войны штурм альпийских высот полет на дирижабле к северному полюсу все было пока он не заболел авиацией поехал во францию в школе братьев райд получил диплом за номером 50 выступил рекламным агентом аэроплана фрай только так не имея денег он сумел получить два стареньких аэроплана которые привез на коломярский ипподром для русских попов пока неизвестен а французы уже знают николя попов герой каннской авианедели полеты начались взлетел француз моран поднялся на высоту где-то 70 метров и вдруг камнем рухнул вниз толпа ахнула разобьется но возле самой земли аккуратный описал вираж и ушел на следующий круг буря оваций а русский попов никак не может завести мотор своего райта француз эдмон поднимается в воздух и вдруг исчезает в небе потом выяснилось что у него порвался рулевой трос пришлось сесть в трех верстах от аэродрома на случайную полянку и посылать добровольцев бегом на аэродром за механиками наконец попов разгоняется и взлетает аэроплан русского авиатора описал 14 кругов он продержался в воздухе 26 минут и пролетел больше всех 25 верст поколителю воздуха слава слышится на земле ура попов приземляется ему жмут руку барон фредерикс министр двора и военный министр генерал-адъютант сухомлинов попов подчеркнуто скромен наверху тихо нет ветра только петербург кажется исключительно грязным на следующий второй день полетов попов и муранг главные герои портреты каждой газете петербурга справедливости ради надо сказать что одна газета писала об авианеделе больше других это влиятельное новое время издание братьев суворин дело в том что братья суворины и финансировали авианеделю им принадлежало товарищество крылья торговавшие самолетами райдер естественно суворины заинтересованы в успехе авианедели в успехах самолетов райд и в успехах николая попова но не только новое время а даже главный его враг кадетская газета речь восторженно пишет об успехах попова аэропланы первой русской авиационной недели они были страшно ненадежными деревянными обтянутыми тонкой тканью ломались пилоты падали ну правда с небольшой высоты к концу недели разбили свои самолеты немец винцерс и француз муран баронесса де ля рожь даже не взлетела ни разу в течение недели николай попов разбил оба своих райда однако победителями признаны христианс бельгиец и попов очки начислялись каждый день по нескольким показателям самый долгий полет самый высокий полет самый продолжительный по времени полет в итоге а за каждое очко платились деньги бельгиец получил 10 тысяч восемьсот пятнадцать рублей колоссальная сумма попов на 15 рублей меньше но государь-император посетивший в один из дней взлетное поле прислал попову в подарок роскошные золотые часы с бриллиантовым орлом к этому моменту в русском языке еще нету слова летчик такого привычного для нас летчик будет придумано чуть чуть позже как вы думаете кем знаменитым поэтом велимиром хлебниковым взлет николая попова к славе был мгновенным но слава его короткой ровно через три недели при испытании своего нового райта николай попов разобьется и хотя останется жив но летать уже не будет никогда после революции попов окажется во франции где будет работать тренером по гольфу но что такое для пилота жизнь без полета 30 декабря двадцать девятого года русский летун николя попов зайдет в кабинку на частном пляже французской ривьеры и выстрелом из пистолета покончить с собой и 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